Подрэнчник крок по кроку, позиум А1, лекция 10, урок 10, новое слово, новое слово. Увельбяч, обожать. Я обожаю, увельбям. Замавяч, замувяч, замувяч, заказывать, замувяч, заказать. Я заказываю, замавям, я закажу, замувя, запеканка, компот, запеканка, компот, цощ, добже, бжми, что-то хорошо звучит. Чэщ, а запрашам вас на обед, приглашаю вас на обед. И в упражнении 1 нам нужно из предложенных фраз составить диалог. Анджела ма уроджины, у Анджела день рождения, запросила коллегов на обед. Тэрэс дзвонит до рестаурацьи на кожемежу и разорвует столик. Она пригласила друзей на обед. Сейчас она звонит в ресторан, который находится на кожемежу и бронирует столик, резервирует столик, заказывает. Дзень добрый. Тур рестаурацья у Дороты. Слухам. Добрый день. Здесь ресторан у Дороты, то есть это ресторан Дороты. Слушаю. Дзень добрый. Добрый день. Я хотела бы забронировать столик для четырех особ на завтра на 4 часа, на 16 часов. Добже. Нема проблему. На яке назвиску. Хорошо. Нет проблемы. На какую фамилию. Браун. Анджела Браун. Резервация ест готова. Чекамы на пайнство ютро. Ваш столик зарезервирован, то есть резервация готова уже, бронь готова. Ждем вас завтра. Дзенькую. До видзения. Прошу. До видзения. Спасибо. До свидания. Пожалуйста. До свидания. И здесь такой момент. Резервация – это бронирование чего-то. И когда мы говорим, что у меня что-то зарезервировано, мы скажем «мам резервация», то есть у меня есть бронь какая-то. И мы ни в коем случае не говорим «мам бронь», потому что бронь переводится как пистолет, оружие. Если мы скажем, что «мам бронь», значит у меня какое-то оружие вызовут полицию. Только резервация. «Мамцо», «мам резервация». И второй диалог почитаем. Рестаурация Удороты. Улица Мёдова, 25. Пентек. Анжела, мамы, Хавьер и Увы входят до рестаурации. Ресторан Удороты на улице Медовой, 25. Пятница. Анжела, мамы, Хавьер и Увы входят в ресторан. То есть они уже пошли праздновать у день рождения. День добрый. Мамы резервация на годзине 16. Здравствуйте. Добрый день. У нас бронь, да, у нас зарезервировано место на 16 часов. День добрый. На Якина звиску ест резервация. Добрый день. На какую фамилию? Браун. Ах так. Проши, то есть паньство столик. За расходом карты. Ах да, пожалуйста. Это ваш столик. Сейчас принесу. Сейчас подам меню. Дженькуемы. Благодарим. Спасибо. Итак, принесли нашей компании меню. И что же у нас может быть в меню? Зупы. Супы. Например, барж с яйцем, барж с ушками. То есть какой-то борщ с яйцом, с ушки. Такие из теста сделаны, типа клёцок. Крупник. Журек. Журек – национальный польский суп на основе такого закваса из муки. Очень часто он подаётся в хлебушке прямо. Зупа огуркова. Рассольник. Зупа помидорова. Томатный суп. Зупа гжибова с грибочками. И росу с макароном. То есть бульон с макарончиками. Даня обядовы. Обеденные блюда. Могут быть мясные, менстные. Рыбные. Рыбные. И могут быть вегетарианские. Вегетарианские. Собственно, можно ознакомиться. Что у нас здесь может быть необычного? Котлет. Мелоны. Это обычная котлетка. Котлет с хабовы. Это отбивная. Бигос. Национальное польское блюдо. Также из капусты. С фасолью, может быть. Может быть, с черносливом. Может быть, с грибами. Может быть, с мясом. Голубки. Голубцы. Название рыб. Пироги. Мы уже знаем, что это. Варенички. Наличники. Блинчики. Плацки. Это оладушки. То есть плацки и жемнячаны. То есть дранички. Также могут быть в меню додатки. Это гарниры. Тут вроде у нас как все знакомое. Рыж, фритки, картошечка фри. Жемняки, картошечка. Каша, сурувки. То есть какой-то салат из сырых овощей. Могут быть в меню также напои, напитки. И переходим дальше. И почитаем диалог. И переведем. Кольнерка, официантка. Цо подачь? Что подать? Что принести? А цо може нам пани полечить? А что може нам пани порекомендовать? Ест смачно росу и журек. Полецам тэш бигус. Есть вкусный бульон и журек суп. И также порекомендую бигус. То я попрошу росу. Може филет дробел из грила, жемняки и сурувка с кишеной капустой. Тогда я попрошу бульон. Может также филе из птицы. Друб. Это птица. Объединяет у нас названия разных птиц. Друб. Значит, филе из птицы с гриля, картошечку и салат из сквашеной капусты. Для меня то само, только с фритками. Для меня, пожалуйста, то же самое, только с картошечкой при. А для меня журек с яйцом и келбасом, котлет с хабовым с жемняками и сурувком с мархевкой. А для меня суп журек с яйцом и келбасой, с яйцом и келбасой, отбивную с картошечкой и сырой салат из морковки. Салат из сырой моркови. За супе дзянькуе, мам охоты на бигас и попрошу ешче голубки. За суп спасибо. У меня есть желание также на бигас, блюдо из капусты. И прошу еще голубцы. А цо до пича, а что вы будете пить? Две хербаты и два раза пиво. Два чая и два раза пиво, т.е. два пива. Хербаты с цитрыном? Чай с лимоном? Так, да. А яки пиво? А какое пиво? Ув, может быть, живец? Ув, может быть, живец название пиво? Так, да. О, проще мы два раза дужи живец. Мы просим два раза большое пиво живец. Читов шестко? Это все. Наразе так. Пока, да. Помните, когда мы в первом уроке прощались и здоровались? Когда мы прощались, мы говорили на разе. Пока. Но это может быть не только в значении прощания, как до свидания. Просто, в принципе, слово пока еще не что-то. То есть пока, да. И обратите внимание, у нас выделены слова, фразы в тексте. И также мы видим две конструкции. Дла мне плюс именительный падеж, проше плюс винительный падеж. Дла мне мяновник, проше плюс берник. То есть когда мы говорим для меня что-то там, то мы без изменения оставляем слова. Когда мы говорим, пожалуйста, прошу что-то, то здесь уже у нас появляются другие окончания, как винительный падеж. Давайте примеры прочтем. Дла мне кава с млекем. Проше цо каве с млекем. Дла мне пицца. Проше пицце. Дла мне курчак с фритками. Проше курчака с фритками. Итак, в упражнении 4, что они кушают и что они пьют. Цо они едзом и пьем. Что они едят и пьют. То, что они едят и пьют, мы с вами прочитали уже в диалоге. Можем несколько вариантов прочитать еще раз, чтобы мы увидели. На картиночках еще. Мами ет, значит, бульон, филе птиц из гриля, картошечку фри, сырой салат из квашеной капусты и пьет чай с лимоном. Вспоминаем, пожалуйста, как спрягаются два глагола ещь и пить. Переходим к следующему упражнению. Чвечэни в пёнте. Упражнение номер 5. Прочитаем диалоги и переведем. Чы зупа ест смачно. Есть ли суп вкусный? Суп вкусный. О, так, ест пышно. О, да, суп вкусный. И як смакуючи? И как? Вкусно ли тебе? Нравится ли тебе? Так, ест им на правде добро? Спробуй. Да, действительно, хороша. Ну, что-то хороша. Какое-то блюдо хорошо, вкусно. Попробуй. Смакуючи печень? Не за бардзо ест за тлусто. И вкусно ли тебе вот это жаркое? Не очень. Чересчур жирное. Чы могу спробовать твои салатки? Чы могу спробовать твои салатки? Могу ли я попробовать твой салат? Очевидче? Конечно. И як смакую? И как тебе по вкусу? Ясно, правда, знакомита. Она действительно, этот салат, он действительно превосходный. Итак, когда мы что-то пробуем, мы можем выразить свои эмоции. Нам нравится или нам не нравится. Ну, так себе, что-то посерединке. Так вот, если нам нравится, мы можем сказать знакомиты, превосходный. Здесь все слова в мужском роде. Мы знаем, что также можно сказать, если, например, зупа в польском языке, женского рода, то мы скажем знакомита или в среднем роде знакомите. Вышменитый, шикарный. Кстати, знакомитый, именно превосходный. Если, например, знаменитый, кто-то знаменитый, то мы скажем знанный. Не путаем эти слова. Пышный, пшепышный, вкусный, прям вообще вкусный. Есть еще слово пыха, але ж пыха, ну вкуснятина, вкусняшка. Шветный, отличный. Бардо добрый, очень хороший. Добрый, хороший. Смачный, вкусный. Незвый, неплохой. Если мы посерединке не определили, что вкусно, невкусно, или ну так себе, мы так и скажем. Так и собе, такой себе. Незвый, смачный. Не слишком вкусный. Не забардо. Не очень. В самый раз. В самый раз. Если мне нравится, мы можем сказать недобрый, нехороший. Окропный, ужасный. Без смаку, без вкусный. Кепский звыль, плохой. И почитаем в шестом упражнении, коротенькие диалоги. Хавьер, чы твуй росу ест смачный? Так, ест бардо добрый. Хавьер, твой росол вкусный? Да, очень хороший. Итак, какой у нас может быть вкус? Какие могут быть вкусы? Яки, какой? Туусты, худы. Не обязательно вкус, но вообще вот какая-то, как мы можем выразить свои ощущения после того, как мы что-то попробовали. Туусты, худы. Жирный, нежирный. Моцный, лагодный. Крепкий, нежный. Острый, острый, кващный. Кващный такой, кислый. Слодкий, горшкий. Сладкий, горький. Слоный, соленый. Суровый, сырой. Чеплый, холодный. Теплый, прохладный. Жимный, горонцы. Хаводный, горячий. Чвечэння номер 7, цо о нем уже. В упражнении 7 у нас нарисованы картиночки. Нам надо придумать по картиночкам, что они друг другу говорят. Например, смотрим первую картиночку. Пара входит в ресторан, официант их встречает. Что они могут говорить? Клиент. Добрый вечер, че ест вольный столик? Добрый вечер, есть ли свободный столик? Добрый вечер, панство. Так, сом вольный столик и запрошаем. Приветствую вас. Да, есть свободные столики, приглашаем. Рассматриваем вторую картиночку. Официант говорит. Проши, бардзо, ту ест карта. Пожалуйста, здесь вот меню подает. Меню и говорит, ту ест карта. Вот меню. Цо може нам пан полечить? Чо може нам пан порекомендовать? Я вам порекомендую грибной суп и дьест так же вкусный бигурс. Дякую, бардзо, хвилечка. Большое спасибо. Минуточку. Когда мы просим о чем-то подумать, мы можем сказать, проши, хвилечка, там, минуточку. Смотрим третью картиночку. Цо подач? Что вам принести? Что вам подать? Для мне зупа гжибова и вожива зрыжим. Якум салатка пан полеца. Для меня, пожалуйста, грибной суп и овощи с рисом. Помним эти конструкции «для мне». И здесь именительный падеж зупа гжибова, вожива зрыжим. То есть без изменений остаются слова. Какой салат пан порекомендует? Ест бардзо добра сурувка с бялой капустой. Есть очень хороший салат из капусты. В таком разе попрошит эс сурувка. В таком случае я попрошу этот салат. Если попрошу, значит дальше у нас идет берник, венительный падеж. И мы изменяем окончание «т» сурувка. А что для пана? А что для пана? Для мне росу, котлет с жемняками и салатка фирмова. То есть для меня, и опять же без изменений слова, именительный падеж, бульон, котлету с картошечкой и фирменный салат. Чы подачь цошь до пича, что-то подать пить? Проша негазованом воды минеральном залоде. После «проше» у нас идет венительный падеж, поэтому изменяем окончание. Попрошу негазированную минеральную воду со льдом. А для меня, гуронцом хербаты. А для меня, прошу, гуронца хербата. Чыто вшистко? Наразе так. Для меня, пожалуйста, горячий чай – это все «пока да». И последняя картиночка, расплачиваемся. Чы може мы просить о рахунок? Можем мы попросить счет? И помним, что если мы в польском языке просим о что-то, просить о цошь, то всегда будет с предлогом о. Просить о рахунок. Просить о счет. Проша бардзо, пожалуйста. Чы можно плачить картом? Можно ли платить картой? Так, очевидно. Да, конечно. Рассмотрим следующее упражнение, номер 8. У нас здесь нарисованы разные таблички. На них что-то написано. Давайте разберемся, что же они все обозначают. Первая табличка. Здесь уже понятно, что молодым людям до 18 лет алкоголь не продается. Здесь у нас написано, что нельзя курить, то, что нельзя приходить с собаками. Возврат начиняя посуда, то есть возврат посуды. И показано место, куда нужно возвращать. Например, столовая или какое-то самообслуживание. И мы сюда самостоятельно ставим посуду. Возврат начиняя, возврат посуды. Wi-Fi – самообслуга. Самообслуга, то есть мы сами себя обслуживаем. Нема кольнера – мучиш замавячь пши бажи. Самообслуга. То есть нет официанта, тебе нужно заказывать, например, идти в бар. Называется самообслуживание. Деньги, которые оставляешь для официанта, называются напивок. У нас называется чаевый, на чай. В польском языке напивок – напиво. Здесь не можно курить, нельзя курить. Заказ – запрет курения. Это место занято, то есть забронировано уже. От 10 до 21 годины отварча. Чинная, то есть открыто работает с 10 до 21, то есть часы открытости, часы, когда открыто какое-то заведение. Не плачич картам кредитовым, плачич готовку. Тогда мы не платим кредитной карточкой, мы платим наличкой. Готувка – наличка. То есть вот уже есть готовые деньги, мы их достаем и платим. Готувка – наличка. Здесь ты должен отдать грязную посуду. Какое-то блюдо дня, которое актуально, то есть специальное предложение в меню, которое актуально только один день. Это блюдо дня. Домашнее задание. Почитайте, пожалуйста, еще раз предложение, что это значит. Почитайте, пожалуйста, диалоги. Также новые слова, если здесь какие-то появились для вас. Им уделяем особое внимание. Слова, как мы можем выразить, наш вкус понравилось, не понравилось, так себе. Также почитайте, пожалуйста, диалог вслух. Запоминаем две конструкции. Дламня, мяновник идет, слова без изменений. Проши, берник дальше идет, винительный падеж. Ставим нужное окончание. Смотрим в меню. Если какие-то новые блюда здесь появились, запоминаем. Также почитаем два диалога коротеньких, вслух. И новые слова. Спасибо. Спасибо.